Analyze, compare means, one sample, t-test. Тестовое значение 0, тестируемые переменные как раз простые остатки, запускаем, проверяем. Сигнификанс больше 0,05, значит статистически действительно среднее значение по простым остаткам равно 0. В генеральной совокупности. Мы нашли еще одно подтверждение, что семейство кривых, а именно прямая линия, выбрана нами правильно. Следующая проверка полученной модели посредством остатков состоит в том, чтобы убедиться в отсутствии связи между величиной остатков и значениями предикторов. Чтобы убедиться в отсутствии левой связи, мы снова запускаем дисперсионный анализ. Мы его уже запускали, только теперь мы меняем зависимую переменную. Вместо доверия законодательной системе мы ставим как раз остатки. Снова запускаем и видим, что R квадрат довольно низкий. 0,37. Тем не менее, он значим. Сигнификанс для всех предикторов меньше 0,05. Есть некое оправдывающее обстоятельство, обращаю ваше внимание, что у нас здесь есть строчка, где идет перемножение наших предикторов. А в нашей модели предикторы не перемножаются. Мы это сделаем целенаправленно, потому что хотели рассматривать только, собственно, главные эффекты. Поэтому мы снова запускаем многофакторный дисперсионный анализ. Идем в Model. Ставим место FullFactorialCustom, как мы и делали, когда просто оценивали модель с реальной зависимой переменной. Ставим только главные эффекты. Continue, OK. Получаем R квадрат еще ниже, 0,28. Тем не менее, мы видим, что снова R квадрат значим. И вывод следующий, что для какой-то части наших респондентов вариация их Y вокруг средних значений для соответствующих профилей, ну, например, 0,0, как мы рассматривали, абсолютное недоверие парламенту и политикам. Вот вариация реальных Y вокруг средних арифметических значений, она...